вот мой завтрак сегодня хлеб поджаренный авокадо красная рыба и козий сыр и вчера я приехала поздно уже ну как в 7 по 8 где-то и и где-то в 6 часов поела курицы приехала домой есть не хотела и думаю но все не буду на ночь есть вообще по моему питанию я если даже я не хочу есть и все равно должна поесть ну что-то легкое саватик там 8 часов 7 за 2 часа до сна и я вчера не стала есть и вот сегодня мне снится сон в этот раз под раздачу попали моя сестра и моя дочь я вам рассказывала раньше что если я голодная ложилась спать то мне всегда снились сны что я прихожу в столовую набираю полный поднос еды подхожу кассе у меня кошелька нету нечем расплатиться я бегу где-то там ищу этот кошелек его так всю ночь и я него найти не могу и так и голодная остаюсь и много вот таких всяких у меня снов когда я ищу еду ее нету и я ее не могу получить потому что у меня видимо желудок просит есть а проснуться то я не могу и вот сегодня мы поехали почему-то в германию с сестрой и с моей дочерью и там также пришли в кафе и почему-то было очень много народу и нам принесли еду и мне места не хватило за этими столами и я сижу жду когда люди эти поеде поедят и уйдут я прямо помню что вот они откусывают пиццу и эта пицца прямо сыр тянется от нее она такая горячая и я стою и жду когда они наедятся и мне оставят что-то поесть и потом уже какой как следующий кадр сна смотрю что эти люди все съели и главное сестра с моей дочерью тоже все съели и мне ничего не оставили и мы пошли на какую-то экскурсию я голодная они все сыты и я помню я их во сне так ненавижу что они мне не оставили еды и вот это вот у меня ну сколько сон длился не знаю всю ночь или пять минут и вот у меня постоянно вот такие представляете сновидения когда я голодная засыпаю у вас как дела с этим делом всем привет погнала по дивам я смотрите вот это у меня волосы отросли за год за год за год представляете это вот я в россии было год назад сейчас их разгладила утюжком и вот такая длина и я понимаю вы мне пишите там вот тем маш другим машине будут густые красивые я в это не верю я верю что они может сечься начнут поменьше но то что они у меня станут густые красивые мне кажется это ерунда это все зависит от ваших генов вот если папа гена у вас был с шевелюра с хорошей то у вас есть шанс тоже с такой же шевелюрой быть если у папы гены не было такого таких шикарных волос то значит мне кажется вам нечего ждать и у мамы если не было вот у нас ни у кого не было поэтому такие волосы вот смотрите как интересно урика в семье позавчера мне что ли показывал фотографии так поеду и буду говорить отца своего он там друзей отца и у него отец такой красавчик был вот представляете умер в 50 лет рак желудка перед говорит что не пил не курил спортсменом был он вел какую-то там команду тренером был и у бейсбольной команды то ли у какой короче вообще такой здоровый спортивный у него волосы шикарные у река у мамы вообще шикарный у него у сестер просто шевелюра и вы не представляете какая шевелюра была урика это увидела я поверить не могла вот все сдуло вот и когда вот у него были вот такие шикарные волосы он тоже мог говорить я мажу их вот таким то средством посмотрите какие у меня классные волосы от этого средства а у него они родные были и у него у всех его родственников такие же волосы я могу рекламировать жидкость для укрепления ногтей показать ее сказать вот смотрите какие ногти у меня ногтей вообще не было были тонкие ломки никогда отрастать не могли он стала мазать вот этой вот я жидкостью посреди какие у меня стали ногти мои собственные а у меня собственно это вот у меня у папы виде видимо были очень хорошие ногти и у бабушки моей и там еще у кого-то в родственниках и вот мне придать передались крепкие ногти которые хоть есть у меня витамины в организме хоть нету они у меня всегда вот такие у меня свои никогда даже пластины не одеваю не на не прошу делать когда делаю маникюр многие же пластины делают на них там что-то что на них покрывать я даже не знаю я не интересовалась потому что мне это не надо а мне никогда это не надо я сейчас стала делать никюр господи у меня ногти вообще просто перестали ломаться но это чудо я думала я себе их все испорчу ничего подобного просто потрясающе экономия времени колоссальная я ведь сегодня еще полночи не спала вчера пришла мне смс-ка что мне пришли там товары которые я заказывала и пришла смс что все они вам под дверь положены ну доставлены я выхожу такая на улицу то смотрю ничего нету ключу за дела обычно никогда эту смс-ку присылает уже товары давно лежат под дверью и как бы она позднее приходит и после того как они положат товар я думаю чё за ерунда ошибка что ли какая-то потом смотрю никогда ошибок не было и там начала смотреть как так получилось и там такое сообщение что если вы не можете найти свой товар посмотрите под кустами в гараже напротив гаража спросите у соседей может быть им принесли это я вот этим ночью уснула и не могу спать потому что ну я думаю ё-моё куда они положили сейчас их украдут и все как выдавать товары то дорогие и думаю может быть соседским дверям положили эти посылки и было два часа ночи я прям проснулась такая лежу не могу уснуть и думаю сейчас пойду смотреть у соседей может быть к ним ошибочно завезли и знаете мне что-то стало страшно думаю сейчас я в пижаме выйду в два часа ночи представляете на улицу и под кто-то подумать что я лунатик какой-то реку вещь что я по улице хожу подумает все у меня с головой в порядке или нет а потом еще подумал вдруг как на зло милиция еще будет проезжать мимо и я хожу в пижаме там заглядываю под двери чужих домов думаю ну нафиг рисковать даже не буду уснула с горем пополам вот мне приснился сон что мне еды то не дали потом вот эти посылками то с доставкой утром реку ехал на работу в 5 я пошла все-таки смотреть к соседним этим дверям посылки то ну и все и смотрю нету общем я расстроилась думаю сейчас написать жалобу разбираться опять с этим я это терпеть не могу и рик приходит с работы я ему говорю слушаю тебя говорю было когда-то вот такое что тебе не принесли товар и что ты делал он говорит какой товар тебе не принесли я говорю ну вот вчера пришла смс-ка что доставили а товара второй день уже нет он говорит вон он лежит под дверями как раз принесли буквально за час до его прихода ну когда я уже не смотрела и говорит в гараже лежит представляете оказывается вчера вечером он поздно закрыл гараж обычно он его раньше закрывает засветло а вчера видимо уже закрывать стал когда темно и оказывается служба доставки когда приезжает если гараж открыт они это в гараж колодут вам а он вечером закрыл гараж то а я выходила вечером на улицу уже к машине где-то часов восемь и я же видела что ничего не лежала на улице а я по своим делам в машине пошла тогда и поэтому у меня даже мысли не было что они в гараж могут положить ну как они пола положат туда если он закрыт был и представляете сегодня оружие сейчас где-то в часа в три дня у меня такое облегчение стало думаю слава богу не пропала но самое главное что разбираться не надо никуда ходить потому что вот со всеми этими разборками столько времени на это все уходит я вот счастливы и довольны и утром поела встава после этого сна я вы рассказывал потом посылки нашлись все отлично и вот сейчас буду знать что оказывается они в гараж кладут а я и не знала брюки женские алфани вот смотрите не поясе как интересно сделано еще с резинкой они растягиваются очень удобно так размеры 44 талия 52 бедра 26 высота талии 102 длина 19 они внизу вот их ширина они также очень плохо мнутся разглаживаются быстро красивый цвет алфани 10s написано сальвадор производства очень хорошо сидят состав 65 полиэстер и 32 вискоза такие серые брючки алфани все карманчики зашиты штанишками всеми джинсами красиво будет или наоборот безовыми джинсами как контраст это полоса проходит и там другой цвет джинс вот так вот это смотрится очень приятно у них у меня бедра 109 где-то талия 97 есть вот такие дикие инвай потрясающие полу ботиночки 37 с половиной размер 24 с половиной у кого постельки будут вам хорошо так слушайте смотрите какие классные ботинки это сэн эдлман циркус бренд меня двое пары есть две пары его обуви вообще удобнейшие такие ботинки так пожалела что моего размера нету 38 с половиной одни были посмотрите резиновая подошва написано непроницаемые водонепроницаемые такие это вообще смотрятся не хуже чем эти все гучи тут плащовка комбинированная с какими-то вот такими не промокающими резиновыми вставками подошва вот видите не скользящая я делаю посылки как круто смотрятся немалы конечно вот здесь написано водонепроницаемые вот здесь это очень круто такие удобные прям чувства удобные не широкие второй час только и вот да Продолжение следует...